Посмотрите на эти фотографии. Скорее всего, это и есть некогда затонувшая Атлантида. Слишком многое сходится, и датировка подводных артефактов, и местоположение, и обилие мегалитов на дне океана. Сенсация! А вы слышали, чтобы об этом кричали СМИ? Почему большинство уверено, что тайна Атлантиды до сих пор не раскрыта? И почему еще как минимум десяток подводных городов претендуют на то, чтобы называться Атлантидой? Несмотря на то, что все эти города реально существуют, масса фактов доказывает планетарную катастрофу в недавнем прошлом. Тему Атлантиды упорно записывают в разряд конспирологии. А запрещенная у нас Википедия продолжает называть остров мифическим. Как так получилось? Будем подробно разбираться в этом ролике. Мы подготовили для вас исчерпывающее доказательство, на которое официальной науке будет нечего ответить. Приятного просмотра! ОСОЗНАНИЕ Давайте вспомним, что мы знаем об Атлантиде. Один из самых известных источников – «Диалоги Платона», написанные около 2300 лет тому назад, согласно официальной хронологии. Древнегреческий философ утверждал, что Атлантида исчезла в результате некой катастрофы 9000 лет тому назад. В своих произведениях Платон даже указал место расположения острова-государства на западе от Геркулесовых столпов – Гибралтарский пролив, напротив гор Атласа. Вот так она выглядит на одной из древних карт. Согласно писаниям, представители этой цивилизации были высокоразвитыми существами, полулюдьми, полубогами. Они не только построили величественные города, но и создали идеальное устройство общества. Атланты – потомки бога Посейдона, ему они поклонялись, в его честь возводили храмы. Но откуда же Платон мог узнать про Атлантиду? Оказывается, от древнегреческого мудреца Салона, кстати, своего предка по материнской линии. А вот сам Салон узнал об Атлантиде во время пребывания в Египте и общения там со жрецом храма богини Нут. Если собрать сведения об Атлантидах из этих и других источников, получится такая картина. Атланты обладали невероятными знаниями, они создавали чудесные металлы, использовали кварц для накопления и передачи информации, строили воздушные корабли и подводные лодки, пользовались атомной и электрической энергиями, летали в космос, возводили циклопические здания и причудливые формы сооружения. И почти все авторы сходятся на том, что эти-то знания в конечном итоге и погубили Атлантиду. По разным источникам 9-12 тысяч лет до нашей эры Землю постигла катастрофа планетарного масштаба, в результате чего целый материк, а вместе с ним и целая цивилизация ушли под воду. А может быть это было совсем недавно, как раз после катаклизма, после которого первые этажи зданий во всем мире оказались под землей? Делитесь в комментариях вашим мнением. Сбывшееся пророчество Кейси Знаменитый предсказатель будущего Эдгар Кейси мог заглядывать и в далекое прошлое, а по его рассказам об Атлантиде брат Провидца написал целую книгу. Кейси утверждал, что этот остров настолько большой, что некоторые исследователи называют его материком, был уничтожен мировым потопом. Но оставшиеся в живых люди сумели переселиться на территорию Древнего Египта. Именно здесь они оставили знания о своей цивилизации в виде своеобразных накопителей информации кристаллов кварца. Кейси также утверждал, что под лапой сфинкса в Гизе расположено некое хранилище, зал летописи. В нем находится множество свидетельств существования Атлантов. Современный технический анализ территории под сфинксом и пирамидами Гизе показал, что там есть длинные тоннели и пустые пространства. Но и это еще не все. Кейси предсказал, что в 60-70-х годах 20 века Атлантида будет найдена. Вы что-нибудь слышали об этом? Выходит, или Провидец ошибся, или нам, как обычно, чего-то недоговаривают. На самом деле, именно в предсказанной кейси период было сделано удивительное открытие. Подводные дороги. В 1968 году французский водолаз русского происхождения Дмитрий Рябяков нашел под водой неподалеку от острова Северное и Бимине, Богемские острова, каменные плиты правильной формы. Эта новость в короткое время стала сенсацией. Многие исследователи решили, что это и есть руины погибшей Атлантиды. Плиты были тщательно исследованы. Ученые пришли к выводу, что перед ними древнее искусственное сооружение, напоминающее мостовую или часть дороги. Руины дорог и мегалитических строений у острова Бимине в 1960-х годах были также сфотографированы и опубликованы экспедициями доктора Валентина Мансона. Древние храмы. Тут же, в акватории Атлантического океана, вблизи Багамских островов, были обнаружены остатки разрушенных зданий и других древних сооружений. Так может, не случайно океан был назван Атлантическим в память о цивилизации атлантов? Это, вероятно, величайшее открытие в мировой истории, заявила Максин Ашер, руководитель научной экспедиции, обнаружившей Атлантиду на дне океана. Об этом даже сообщили United Press International и крупные газеты США. В 1973 году пресса сообщила, аквалангисты нашли данные, доказывающие существование суперцивилизации, которая, как гласит легенда, затонула под морем тысячи лет назад. Масштабы исследований поражают. Судите сами, была выделена группа около 70 ученых, состав был одобрен Университетом Лос-Анджелеса, штат Калифорния. В итоге был составлен документ «История золотых веков», в котором описывается более 30 руин, включая купола, прямоугольные здания, колонны, каналы, мощеные дороги и артефакты, которые были найдены на дне океана от Багамских островов до близлежащих берегов Европы и Африки. Но иногда, судя по масштабам, выходит, что Атлантида была потерянным континентом, а не островом. А что если те самые атланты, великаны, о которых мы делали выпуски, и населяли этот континент? Что думаете? Подводные пирамиды. Тут же на Багамах были обнаружены и пирамидальные строения. Эта пирамида, исследованная доктором Рэем Брауном на морском дне у Багамских островов в 1970 году. Брауна сопровождали четыре дайвера, которые помимо этого нашли дороги, купола, прямоугольные здания, неопознанные металлические инструменты и статую с таинственным кристаллом. И вот что интересно, внутри этого кристалла были обнаружены миниатюрные пирамиды. Металлические приборы и кристаллы были доставлены во Флориду для анализа университетской лаборатории. Опытным путем было установлено, что кристалл усиливал энергию, проходящую через него. Обратите, кстати, внимание на форму пирамиды. Вам тоже кажется, что у ацтеков и майя были почти такие же? Добавьте к этому древние таблички, сфотографированные в Перу, на которых изображены эти два потерянных континента, Атлантида и Лемурия, а также древние карты, на которых четко показана Атлантида. Не слишком ли много совпадений? И это далеко не единственная подводная пирамида, найденная у Багамских островов. Так исследователь Тони Беннелк обнаружил пирамиду из 11 комнат на глубине 10 тысяч футов под водой. В 1977 году в прессе мелькнуло сообщение об огромной пирамиде, найденной у Кейсала на Багамах. Она была сфотографирована экспедицией Ари Маршалла примерно в 150 футах под водой. Высота пирамиды была около 650 футов. Таинственным образом окружающая вода была освещена искрящейся белой водой, вытекающей из отверстий в пирамиде, а сама она испускала зеленоватое свечение. Но почему большинство об этом ничего не слышало? Неужели сплетни о певцах важнее этого? Справедливости ради, надо сказать, что есть на планете и другие затопленные города, которые исследователи считают остатками Древней Атлантиды. Среди них затонувшая цивилизация у острова Крит-Олус, окрестности Кадиса, Испания, наша Фонагория, Тронис-Гераклеон, Египет и еще целый ряд затопленных городов по всему миру – в Индии, Китае, Латинской Америке. Может быть, это последствия недавней планетарной катастрофы, после которой на планете сменился климат и были уничтожены целые материки? Если интересно, пишите комментарии, мы сделаем продолжение. А в заключении еще два факта в доказательство существования Атлантиды. Таинственный Орехалк По свидетельству историков, Атлантида славилась уникальным металлом красноватого оттенка. Греки дали ему название Орехалк. Этот металл по цене уступал только золоту и очень ценился в других землях. Сами атланты покрывали Орехалком стены в храме Посейдона. Надо ли говорить, что официальная наука считала это мифом, как и саму Атлантиду? Но не так давно, согласно материалам, опубликованным The Daily Mail, на дне моря у южного побережья Сицилии археологи обнаружили корабль, который затонул примерно 2600 лет назад. Конечно, по официальной хронологии. Он шел из Греции или Передней Азии. Кроме прочих товаров, на нем нашлись 39 слитков с ранее не встречавшимся металлом. Согласно анализу, удалось установить, что он содержит 75-80% меди, 15-20% цинка, имеются и незначительные включения железа, никеля и свинца. Как заявил профессор Себастьяно Тусса, ранее археологам не встречалось ничего похожего. Скорее всего, это и есть легендарный Орехалк. Гигантские пловцы в Черном море. Большинство это покажется фантастикой, но на сегодняшний день набралось множество свидетельств того, что, возможно, наследники Древней Атлантиды до сих пор живут в морях и океанах. Трехметровых пловцов, плывущих на глубине без маски и акваланга, причем с огромной скоростью, очевидцы не раз наблюдали возле мыса Ая, Укарадага, Айодага и в других местах. Один из первых случаев был зафиксирован еще в 1979 году. Гигантов увидели трое туристов. Один из них, Григорий Никольский, собрал множество свидетельств подобных встреч. Оказывается, атлантов наблюдали десятки энтузиастов, отдыхающих, сотрудников многочисленных баз отдыха, туристов и исследователей. Обширная база данных и у известного специалиста по аномалиям Крыма Анатолия Таврического, который неоднократно выступал с лекциями на эту тему. Сам Никольский, кстати, еще несколько раз видел загадочных пловцов, которые каждый раз мгновенно исчезали в подводных скалах, а в 1990 году после очередного заплыва исчез ИСАП. Может быть, вы тоже видели нечто подобное? Делитесь, пусть наберется база данных для скептиков под этим роликом. Одна из вероятных причин гибели Атлантиды — необдуманное применение атлантами некого супероружия, что и вызвало всемирный потоп. Но кто с кем и по какой причине воевал, оказывается, и тут существует множество версий. Но об этом мы расскажем в наших новых выпусках. А сейчас будет буквально минутка рекламы, благодаря которой вы сможете смотреть наши новые выпуски. Вы замечали, что один человек почти каждый день бодр и весел, а другой чаще всего угрюм, вял и обессилен. Сегодня это принято называть различными чертами характера, врожденными особенностями и тому подобным. За чувство радости и грусти, полноты сил и апатии, спокойствия и тревожности в нашем организме отвечают совершенно четкие механизмы и определенные вещества. Эти вещества — наши гормоны. В здоровом организме они находятся в балансе. Меня зовут Ольга Петровна Кузьменко. Я профессор, доктор медицинских и психофизиологических наук, автор лечебно-диагностической системы, по которой продиагностировано и удачно пролично более 144 тысяч человек. Приглашаю вас на свой открытый мастер-класс «Тревожные симптомы духовного и психологического дисбаланса». Слышьте ваши гормоны. Всего за два часа вы получите ключи к пониманию работы эндокринной системы. На мастер-классе вы узнаете, почему болезни являются следствием наших дисгармоничных мыслей, слов и поступков. Какие духовные законы нужно соблюдать, чтобы привести эндокринную систему и весь организм в гармонию? Какие практики и методы духовного роста помогут предотвратить раздражительность большинства заболеваний и многое другое? Мы часто слышим «В здоровом теле здоровый дух». Это потому, что если дух здоров, то тело в порядке. Регистрируйтесь на трансляцию по ссылке. Получите в подарок чек-лист 12 потрясающих способов получить гормоны счастья. Участие не требует оплаты. До встречи в эфире. Благодарим вас, что досмотрели ролик до конца. Поставили лайк и написали комментарий. Нам очень важно знать, что вам нравятся наши ролики. Только так мы понимаем, что вам важно то, что мы делаем. Не забывайте подписаться на наши соцсети по ссылкам в описании на случай возможной блокировки Ютуба. И да пребудет с вами осознание. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok